Главное событие недели – официальное начало предвыборной гонки предстоящих местных выборов. Наспех сформированный состав городской избирательной комиссии умудрился попасть в грандиозный скандал. Глава комиссии по надуманным причинам отказалась регистрировать кандидатов Украинской морской партии Сергея Кивалова для участия в выборах в Одесский горсовет. Через два дня окружной административный суд отменил это незаконное решение. В этот раз законность и справедливость восторжествовали. Но тревожный звоночек для одесситов прозвучал. Нынешняя городская власть показала, что готова пойти на беспредел, чтобы удержаться в своих креслах. Хронология цепочки событий в материале моих коллег. Что и требовалось доказать. Справедливость и законность восторжествовали. Одесский окружной административный суд вернул украинскую морскую партию Сергея Кивалова в избирательный процесс. Незаконное решение, принятое городской территориальной избирательной комиссией, аннулировано. Иск, подготовленный юристами Украинской морской партии, рассмотрен и удовлетворен. Суд вернулся. Административный позор Одесская областная организация Украинская морская партия Сергея Кивалова до Одесско-мужской территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесско-областей проведения противоправного дискуссия на постанове номер 56 и 28.09.2020 года проведу реестрацию кандидатов и депутатов Одесско-мужской района Одесско-мужской районы Одесско-мужской районы Одесско-областей. Единственное, верное с точки зрения украинского законодательства решение. Руководство Горизбиркома и их покровители из мэрии пошли на сделку совестью, когда отказались регистрировать представителей партии, убежден Сергей Кивалов. Труханов перешел все границы. Он сформировал за счет других политических партий подконтрольную ему городскую избирательную комиссию. И вы знаете, никто такого не позволял. Но есть разные политические силы, есть кандидаты от одной партии, от другой. Но узурпировать полностью в своих руках и представить, что городская избирательная комиссия – это структурное подразделение нашего города, мэра города. Но это, знаете, ни в какие рамки не входит. Больше того, он подбирал себе членов комиссии и даже руководства своих подчиненных. Он вообще не понимает, какие могут быть последствия. Он не может просчитать, что это чистый состав преступления. Решение городской территориальной избирательной комиссии беспрецедентное по своей сути, подчеркивает лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Еще никогда в истории Одессы действующий мэр и его политическое окружение так явно и нагло не вмешивался в политический избирательный процесс. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов предупреждает все еще действующего мэра. Никто не даст ему устраивать из горы Сбиркома филиал Думской. Одесситы многое видели и наблюдали, как проходили выборы в местные советы, выборы мэра города и народных депутатов. Но такого беспредела никогда не было. Труханов вместе со своей командой «Доверяй делам», он позволил себе то, что никогда никто не позволял за многие десятилетия в нашем городе. Напомним, кандидаты Украинской морской партии Сергея Кивалова подали документы еще 23 сентября, а рассматривать их начали в самый последний момент – 28 сентября в 22.32, то есть когда уже уходили пятые сутки, предусмотренные законодательством. Для сравнения, партия Одесского городского головы «Доверяй делам» подала документы 20 сентября, а уже 21 сентября они были рассмотрены. 27 сентября Украинская морская партия получила сообщение от горы Сбиркома о неточностях и технических ошибках в автобиографических данных пяти кандидатов и оперативно их исправила. Никаких сведений о нарушении гендерной квоты комиссия не заметила. А 28 сентября, когда в комиссию были направлены заявления двух членов Украинской морской партии об отзыве их документов, что позволило бы соблюсти гендерную квоту, секретарь комиссии эти заявления приняла, но они не были рассмотрены на заседании. Украинская морская партия Сергея Кивалова обратилась в ЦИК с заявлением о необходимости срочной замены главы и секретаря Одесской городской территориальной избирательной комиссии. А также направила заявление в СБУ, в Национальную полицию Украины, Генеральную прокуратуру Украины и Государственное бюро расследований о деятельности должностных лиц Одесской территориальной избирательной комиссии. Одна из которых приехала в Одессу на заработки из Киева, а вторая возглавляет коммунальное учреждение города и подчиняется непосредственно мэру Труханову. Я думаю, что мы должны в ближайшее время сделать все для того, чтобы заменили председателя окружной избирательной комиссии и секретаря. Потому что если центральная избирательная комиссия не сделает это, будет повторение и будет беда. По совокупности состава преступлений пойдут очень многие. Поэтому я призываю председателя городской избирательной комиссии, секретаря, добровольно уйти в отставку, подать заявление. Это, наверное, единственное спасение этих должностных лиц, которые предпринимают попытку сфальсифицировать выборы в городе Одессе. Отметим, что судебное заседание длилось почти два дня, поскольку максимально ангажированная и политически мотивированная территориальная избирательная комиссия цеплялась за все, что могла, лишь бы выполнить партийный заказ. Однако против юридически обоснованной позиции Украинской морской партии Сергея Кивалова шансов не было. Мэр нашего города Геннадий Труханов позволил себе усомниться в отношении составления протокола Украинской морской партии, где были задействованы юристы нашей политической силы. Так я вам хочу сказать все точки на «и» поставил в суд. И суд сказал, что городская избирательная комиссия допустила ряд грубых нарушений действующего законодательства. Вот ответ Геннадия Труханова на то, что он заявил. Вот здесь, в этом решении суда, все зафиксировано на 23 страницах. За два дня решение набудет законной силы и мы надеемся, что выборчая комиссия будет действовать согласно с приписами Конституции, которые гарантуют обовязковых судовых решений и зарегистрируют кандидатов от Украинской морской партии. Сегодня суд принял справедливое решение. В решении написано зарегистрировать Украинскую морскую партию по городу. Ранее активисты Украинской морской партии Сергея Кивалова и одесситы провели акцию под зданием новой мэрии, из-за которой действующий мэр Труханов едва не оказался за решеткой. Сторонники политической силы выразили возмущение действиями территориальной избирательной комиссии, которая приняла неправомерное с точки зрения закона решение о нерегистрации списка политической силы на выборах в городской совет. Напомним, по данным последних опросов, проведенных социологами Киевского центра реформы развития, совместно с ведущими одесскими университетами, Украинская морская партия уверенно проходит в городской совет. А на первое место в предвыборной гонке за кресло городского головы вышел лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Рейтинг действующего мэра Труханова продолжает стремительно падать. И нынешняя ситуация не добавит политических баллов ни городскому голове, досиживающему свой срок, ни его партии. Продолжение следует...